Алексей, привет! Мы сегодня поговорим, поскольку это руководитель аналитического отдела крупнейшей площадки в нашей стране и в частности в московском регионе, мы сегодня будем говорить обо всем, естественно, во вторичке и о первичке, но чтобы было интереснее, как рекомендуют, давай начнем с того, что, ну, наверное, поуже, с загородки. Вот на своей площадке вы увидели, учитывая то, что рассказывают сейчас банки, с нового года какое-то изменение в сторону запросов или даже, может быть, сделок, связанных с землей, с регулярными поселками, с нерегулярными, со вторичкой и так далее. Борис, спасибо за приглашение. Действительно, интересные события сейчас происходят. На рынке прошли мы дату 1 июля, которая, конечно, не совсем про загородку, но в целом про рынок недвижимости. Возвращаясь к вопросу, да, интерес к загородке есть. Он как бы долго-долго-долго возревал, на самом деле, с 2020 года, с антиковидных мер, когда все оказались заперты в квартирах, кто-то распробовал вкус жизни в пригородах, кто-то смог организовать свои рабочие процессы, связанные с удаленной работой, что понял, что лучше жить за пределами городов. И этот интерес рос, и одним из главных ограничений для него был недостаток ипотечных продуктов. То есть объекты вроде как есть, интерес есть, но так как ипотека – это главный драйвер спроса на рынке недвижимости в России в 20-е годы, а ипотеки не было. И вот ипотека, наконец-то, с 2022 года из какого-то такого сферического, из подполья вышла, да, то есть там было порядка 1-2% ипотечных сделок. Сейчас все нормально, сейчас доля всех кредитов, которые выдается на ИЖС, там по разным оценкам, разные банки, разные участники рынка называют цифры от 15 до 25%. То есть ипотека есть, банки научились работать, и у ипотеки на загородную недвижимость есть такая особенность, как сезонность. Дело в том, что есть программа сельской ипотеки, где привлекательные условия, да, там нет пока что московского и петербургского регионов, ну и без них, на самом деле, интерес к этому продукту достаточно большой. Но он выдается, эти лимиты выдаются один раз в год, и пока они не потрачены, и эти, соответственно, сделки можно закрывать. Так вот, в начале года много было сделок с использованием как раз инструмента сельской ипотека, да, и поэтому мы видели рост интереса к загородным объектам. Там люди активно смотрят, активно звонят, активно подбирают. Цены на землю растут, да, там в пределах 15-20% каждый год. Цены на дома, если мы посмотрим на стоимость, среднюю стоимость дома, то там, на самом деле, рост не такой большой, он измеряется там единицами процентов в год. На самом деле, причина ровно та же, что и в квартирах. То есть, мы все, нам все уши прожужжали, что у нас квартиры уменьшаются, а на самом деле с домами то же самое происходит. То есть, новые дома, которые построены за последние несколько лет, они процентов на 30 меньше домов, которые... По размеру. Да, по размеру. Которые строились в нулевые годы и даже в первую половину десятых годов. Потому что сейчас пытаются строить быстрее, пытаются строить проще, пытаются чаще строить в один уровень, в один этаж, потому что это быстрее и проще, и нет потери на вот это вот непонятное пространство под лестницей, за лестницей, самой лестницей и так далее. Какие сейчас площади, ну что называется, самые популярные для домов? Самые популярные чуть более 100 метров. Да, вот ровно по той же причине, что бюджеты все равно у людей ограничены. И эти объекты можно построить быстрее. И, собственно, эти объекты и строятся быстрее. Ну да, вот за вычетом тех локаций, о которых ты справедливо сказал, действительно, в пределах городов на юге России очень маленькие земельные участки. Там средняя площадь участка под загородным-городским домом, там порядка 4-5 соток. Да, тут, конечно, приходится строить в два уровня. Вот, как бы, ну да, тут есть все равно тренд на уменьшение площади, он как бы на загородной недвижимости. А в Москве какой средний участок? В Москве и Подмосковье средний участок порядка 9 соток получается. Потому что, на самом деле, довольно много предложений именно в периферийной части области, где нарезка все-таки достаточно свободная. А когда мы говорим про периферийную часть, это за центральным кольцом? Да, это периферийная часть за центральным кольцом. Но, как бы, сейчас, в общем, достаточно активно идет развитие инфраструктуры в регионе в целом. И все-таки, как бы, рассматривая именно объект загородной недвижимости, многие рассматривают это либо как подкруглогодичное проживание, либо под такой длительные слоты проживания там, да. То есть фактор транспортной доступности, он, на мой взгляд, стал чуть менее значим за последнее время. Я общался с агентствами недвижимости, и мне некоторые сказали, что сейчас в связи с ипотекой, конечно же, в первую очередь, и в связи с высокими ценами на квартиры в Москве, некоторые покупатели рассматривают вот этот загородный дом как альтернативу, ну, условно говоря, трешке. Если трешка даже далеко не в центре стоит 20-25 миллионов, то за эти деньги можно реально построить дом на каком-то расстоянии от МКАД. Но у меня вопрос, а как эти люди, не знаю, вы, может, проводили исследования, как эти люди планируют там водить детей в школу, там, со школами не все так хорошо, ездить на работу, у нас с пробками на въезд в Москву тоже не все хорошо. Вот есть какой-то ответ? Это что? Это все-таки миф, что это не первое жилье, точнее, первое жилье, или все-таки это действительно не первое жилье, то есть у них есть какая-то квартира в городе, еще решили купить дом? Ну, в большинстве случаев, да, либо это какое-то домохозяйство, где нет проблемы там со школой, кружками, поликлиниками и детскими садами, да, потому что, ну, подобрать такой вариант в Подмосковье можно, да, это не совсем уж нерешаемая задача, но это тоже будет ограниченный пол локации и как бы не так дешево. Что касается того, как люди используют загородную недвижимость, ну, таких сценариев, когда совсем продают квартиру и подбирают объект загородной недвижимости, они есть, но они все-таки встречаются реже, чем когда это жилье, там, второе, полуторное, третье и так далее. Ну, я думаю, что это для Москвы, потому что здесь есть своя специфика, а в тех городах, которые ты сказал, где нет проблем с логистикой, там, не знаю, в той же Астрахани, я думаю, что жить в пяти километров от города и ездить на работу, это те же самые полчаса, да, это больше, чем 15 минут, но это не критично, и там нет таких глобальных пробок. Да, ну, на самом деле, вокруг многих региональных центров сейчас появились такие, ну, как бы, не то чтобы появились, эти населенные пункты были достаточно давно, но большие села, большие поселки, поселки городского типа, они превращаются, ну, фактически в субурби вот этих вот региональных центров. Это, на самом деле, не так просто увидеть по, там, переписной статистике, да, потому что у нас вот эти вот переезды, регистрации, они, как бы, не так здорово учитываются, плюс тому, ну, и само качество переписи 2020 года так себе. Вот, но это видно просто по тому, как развиваются эти населенные пункты, потому что строятся новые инфраструктурные объекты, приходится расширять те же самые школы, активно идет, как бы, маятниковая миграция, это видно по транспортным потокам. Да, этот тренд есть в регионах. Я правильно услышал, что люди могут принимать сейчас решение, условно говоря, покупать квартиру не в областном центре, а в каком-то таком городе-спутнике, где есть тоже школа и все остальное. Ну, в населенном пункте-спутнике, да, да, такой сценарий, это вполне, вполне рабочая история. Субтитры сделал DimaTorzok